Альтернативный моделизм Случилось такое неординарное событие Сама собой Неожиданно и склеилась другая модель Ну а именно Мои подписчики вконтакте Конечно же могли видеть Процесс сборки Ну а те кто следит за моим каналом на ютубе Сейчас обо всем узнает Да я решил проявить себя в авиации Нашел вот такой вот чертежик Ну и как нашел Он случайно попался мне на глаза И я решил ну почему бы и нет Как всегда мой биплан не будет точной копией Того который изображен на чертеже У меня как у альтернативного моделиста Будет свое видение На подобный летательный аппарат Итак поехали Итак постройку своего биплана Я начал с сооружения вот этого крыла Как потом выяснилось это будет Верхнее крыло То есть я взял полоску картона И согнул ее пополам На сгибе для того чтобы придать крылу объем Я вставил сюда стержень от шариковой ручки То есть в каждую половинку крыла По одному стержню Крыло оказалось достаточно хлипким Потому как вот здесь самое слабое место И для придания крылу жесткости В эти стержни была вставлена еще зубочистка Посмотрел, посмотрел, повертел И показалось мне крыло очень узким Поэтому были потом доклеены вот эти закрылки По моему так это называется Если я ошибаюсь, то моделисты-авиаторы Могут исправить меня в комментариях Затем вот эти вот полоски Эти петли, заклепки, болты Все это клеилось, как я говорю, в порядке Творческого зуда То есть совершенно хаотично, произвольно Не задумываясь о какой-то функциональности Просто с одной целью Налепить чего-нибудь для того, чтобы повысить детализацию Снизу я ничего не делал Потому что, ну, как бы не особо бросается в глаза Нижняя часть крыла Поэтому и необходимости детализировать ее не было Подробнее, как я создавал вот это вот крылышко Вы увидите на фотографиях Субтитры сделал DimaTorzok И вот тут наконец-то появляется моя любимая гофра Ну, а именно гофрокартон Почему? Ну, потому что гофрокартон имеет большую механическую прочность Чем обычный картон, из которого изготовлено крыло А фюзеляж это самая такая несущая Самая нагруженная деталь моего биплана Именно поэтому основу фюзеляжа составляет гофрокартон Вот такая вот была прямоугольная конструкция сооружена Для того, чтобы закрыть все стыки и срезы гофры Сверху были наклеены накладочки из обычного картона Киль был установлен по, опять же, по зову творческого зуда Ну, наверное, для лучшей стабилизации в полете Для того, чтобы более-менее закруглить фюзеляж Ну, почему-то не захотелось не оставлять его таким вот прямоугольного сечения Я вырезал полукруглые такие ребра И уже на эти ребра сверху были наклеены накладочки из обычного картона Вот эти малые накладки, они несут не только декоративную функцию для повышения детализации Они скрывают зазоры, которые получились при приклеивании первоначальных вот этих основных накладок Ну, потому что, да, бывают при сборке косяки Ну, вот снизу то же самое Вот эта штукенция, по-моему, из какого-то электроприбора Это планка, ну, для прижимания кабеля Для того, чтобы его не выдергивали из тостера, например Это основание будет для шасси И вот здесь тоже такая пластиковая штукенция Сюда будет приклеен вместо заднего колеса такой крючок Выхлопные патрубки, изготовленные из палочки от Чупа-Чупса Срезал под углом, приклеил Получилось, ну, как по мне, неплохо Что касается хвостового оперения Значит, для того, чтобы придать ему объем Вовнутрь вот здесь на сгиб была вставлена зубочистка Ну, потому что хвостовое оперение поменьше, чем крыло И зубочистка, соответственно, меньшего диаметра, чем стержень у шариковой ручки Хвостовой руль, ну, как это, руль, да? Вот, он подвижный Наверное, будут к нему и тяги А может, и не будут идти к нему тяги Посмотрим, но, во всяком случае, пока он подвижный Как будет дальше, творческий зуд подскажет Вот это рули высоты Опять же, авиаторы поправляйте, если я ошибаюсь Видите, я их вырезал отдельно, чуть меньше, чем основные накладочки И продавил в них такие пазы с шариковой ручкой У которой закончилась паста В принципе, так же я поступил и на закрылках Ну, не везде паста закончилась Немножко есть вымазанные пазы Но все это дело закрасится Вот, и немножечко вот здесь вот позакрывал срезы гофры Для того, чтобы облагородить кабину Вот такая штукенция получилась И сейчас мы, наверное, перейдем к двигателю Не-не-не-не-не, прежде чем перейдем к двигателю Фотки, как я делал фюзеляж Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, двигатель Значит, основой двигателя нашего биплана, друзья Послужила вот эта вот деталюшка Это, в принципе, декоративная накладка От крепления раковины Она закрывает сам болт Но кто, когда заглядывает под раковину И скажите мне, пожалуйста, кому там нужна красота Эта деталюшка гораздо важнее в альтернативном моделизме И вот именно поэтому вторая такая штука Пошла в основу двигателя биплана Также для постройки двигателя Была использована пробка от бутилированной воды Как вы понимаете, без таких пробок Уже не обходится ни одна моя модель Вещь, оказывается, очень даже нужная И теперь смотрите Фокус с совпадением диаметров И раз И, в принципе, все Блок двигателя готов Потом были найдены В моей волшебной коробке Вот такие вот прозрачные цилиндрики Бочоночки Что это такое, я не знаю Но раз они лежали в коробке Значит, должны быть использованы И теперь вот так вот Прямо сквозь вот это отверстие Саморезиком прямо в эту пробку Они были закреплены Было их закреплено 6 штук И эти прозрачные бочоночки Имитируют цилиндры нашего двигателя В результате получился Вот такой вот Мощный, массивный двигатель Естественно, сразу было проделано отверстие Для того, чтобы вставить туда пропеллер Сейчас мы о нем и поговорим Вот он сам пропеллер Итак, в его основе лежит какая-то пробочка От какого-то крема Вот эта оранжевенькая Как ось вращения Опять же используется Стержень от шариковой ручки Который в пробку вплавлен Через термоклей Для того, чтобы было Посадочное место Плоскость для крепления лопастей Пришлось на пробку приклеить Небольшую обечаечку И для того, чтобы сам пропеллер Был хоть немножко заострен Использовалась вот такая пипетка По-моему, от какого-то тюбика Ну, в общем, тюбик с лекарством был И пошел в дело Сами лопасти, как вы видите Изготовлены из банковской карточки Виза И загнуты они Посредством зажигалки То есть, немножечко прогрел пластик И каждую лопасть провернул И загнул И, в общем-то, сейчас мы даже можем Испытать Насколько аэродинамичен наш пропеллер Итак, внимание Заработало! Все, друзья мои Теперь остается Соединить двигатель С воздушным винтом И сделать первую примерочку С фюзеляжем Ну, вот так Вот Вот так все это дело Будет выглядеть Итак, как я создавал двигатель Подробнее на фотографиях Субтитры сделал DimaTorzok Ну, согласитесь Когда у вас на руках Собранный фюзеляж И готовое крыло Очень трудно удержаться От примерки Ну, и я, естественно, прикинул И сразу обнаружил Что верхнее крыло По отношению к фюзеляжу Немного узковато Как я не пытался его сделать В самом начале немного шире Все равно Выглядит не совсем пропорционально И поэтому Исправлять ситуацию И вытягивать пропорции самолета Я начал при помощи Нижнего крыла Вот оно, собственно Как вы видите Я его сделал Чуть-чуть шире Чем верхнее И в изготовлении Нижнее крыло Отличается от верхнего Тем, что для придания объема В него все так же вклеены Стержни от шариковой ручки Ну, еще дополнительно Вклеена вот такая Картонная проставочка И вклеена она По всей плоскости крыла С одной И с другой стороны В центре крыла Сделана выборка Для фюзеляжа И для того, чтобы придать Крылу механическую прочность Вот в этом узком месте Снизу, опять же Наклеена картонная Накладочка По-моему Из двойного слоя Обычного картона Для того, чтобы Закрепить стойки шасси Все та же Запчастюшка От электроприбора Как и на фюзеляже Только в данном случае На крыле Она разделена пополам И приклеена С двух сторон Вот такое вот крылышко У меня получилось Итак, друзья Пока вы смотрите Как я делал нижнее крыло Я подумаю Что вам рассказать Про кабину и шасси Итак Рабочее место пилота Ну, не знаю Насколько у меня получился Вот этот рычаг управления Он больше похож на вантус Ну, как получилось Так получилось Кресло полностью изготовлено Из картона А вот эти вот ремни Которые пристегивают пилота Сделаны из фольги Также у нас есть Педальки присутствуют И наша кабина С легкостью Помещается в фюзеляж И выглядит это все Вот таким образом Специально сделал Это все делосъемное Для того, чтобы Было легко покрасить И потом Вклеить в готовую модель Что касается Шасси Я решил его сделать Вот таким вот На платформе В виде стоек У меня Все те же Стержни От шариковой ручки Даже видите Окончание стержни Вот эти хромированные Выглядят как амортизаторы Но не знаю Насколько они здесь Уместны Опять же Все болтики Все вот эти заклепочки Клеились в порядке Творческого зуда То есть абсолютно Произвольно То есть абсолютно Не задумываясь О функциональности Колеса я делал Из вот таких вот Штукенций Резиновых Не знаю что это Попались под руку Значит Пойдут на колеса Но существует Второй вариант Это колеса Сделанные Опять же Из пробок От бутилированной воды Вот такие вот Узенькие колеса Поэтому В первоначальной задумке У меня было Что это шасси Для мягких Болотистых грунтов Для того чтобы Наш биплан Мог совершать Посадку На заболоченные Аэродромы Ну в принципе Если эти колеса Смотрятся непропорционально Или они вам не нравятся Вы можете мне написать В комментариях И тогда я установлю Вот эти колеса Поуже То есть Выбор за вами Давайте проголосуем Как большинство подписчиков Решит Так и будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну в общем то Все друзья мои Основные элементы Биплана готовы И я думаю На этом Первую часть Мы завершим То есть Во второй части Я его соберу Полностью Покрашу Даже сделаю Подставку В виде аэродрома И представлю Вашему вниманию Полностью готовую модель Но перед тем Как выйдет Вторая часть По биплану Я наверное Все таки Не буду испытывать Ваше терпение И сделаю Третью часть По тигру Ну на этом Все у меня Заключительных фото Не будет Ибо нечего Фотографировать Вы и так Все видите Я просто Прощаюсь с вами Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пока Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok